Здравия вам всем желаю! Я Семен Ключевский и программа «Обзор позавчерашней прессы» ежедневно с вами. Продолжим листать старые газеты. Санкт-Петербургские ведомости, 1878 год. Пчелы отличаются замечательной смышленностью. Сын Отечества приводит факт, служащий наглядным примером их предусмотрительности, и вместе с тем представляющий доказательство влияния климата на образ жизни животных. Несколько лет назад пчелы были завезены из Англии в Австралию. Вначале они собирали мед, но вскоре сообразили, что постоянная теплая погода, наличие растительности круглый год избавляют их от необходимости запасать мед на зиму. Поселенные в Австралии пчелы, хотя и живут в ульях и выполняют все обычные работы, но меда не запасают, конечно, попади любой в Австралию, тоже работать не захочет. Новое время, 1907 год. Судиславль. Сегодня при большом собрании жителей города Судиславля и окрестных селений отслужен молебен за здравие государя-императора по случаю чудесного избавления от злодейского замысла гнусных заговорщиков. Московская хроника по телефону. Разные известия. Вчера вечером стоящий у крестовской заставы городовой заметил, что из здания водонапорных башен городского водопровода вышел какой-то молодой человек и стал укладывать на извозчика три вынесенных им ящика. Городовому это показалось подозрительным. Он остановил молодого человека и вместе с багажом отправил в участок. При осмотре ящиков в них оказалось около 4000 воззваний Железнодорожного союза и множество брошюр, знакомящих с историей железнодорожной забастовки. Ну а что, хоть просветили немножко городового. Стильные рекламные плакаты. Изготовляет фабрика Гек. Тверская улица, где английский клуб. Комсомольская правда 1936 года. Вчера вечером в Большом Кремлевском дворце состоялась организованная Всесоюзным комитетом по делам искусств при СНК СССР встреча мастеров украинского искусства, показавших в Москве в течение декады образцы украинского музыкального творчества и танца с московскими работниками искусств. Во встрече приняли участие руководители и солисты Украинского государственного академического театра оперы и балета, артисты капеллы Думка, капеллы Бандуристев, ансамбля украинского народного танца, женского хорового ансамбля, наиболее выдающиеся артисты московских театров, драматурги, композиторы, киноработники, художники, архитекторы. На встречу украинских и московских работников искусств специально приехала также группа украинских писателей, в том числе товарищи Тычина, Микитенко, Корничук и другие. На встрече присутствовали товарищи Сталин, Молотов, Ворошилов, Аджиникидзе, Каганович, Калинин, Микоян, Будённый и другие руководящие партийные и советские работники. Встреча была исключительно тёплой. Представляю себе, каких размеров был стол. За рубежом, 1967 год, усыпальница золотой рыбки. В австралийском штате Виктория открыто первое в мире кладбище для захоронения животных. Оно занимает площадь шести акров, и его строительство обошлось в 18 тысяч долларов. Для захоронения принимаются все домашние животные, от черепахи до свиньи. А также рыбки из аквариумов. Стоимость за хранение 60 долларов. А вам здравия всем желаю! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok